Это не доклад, это маленькое сообщение о том, что было сделано и какие перспективы есть коллективам авторов в отделе общей онкологии. За предыдущий год была родилась идея создания базы данных, которая позволила бы сохранить весь уникальный материал, который имеется на нашей клинической базе. Так как наша клиническая база составляет 75 коек для пациентов с патологией костей, кожи и мягких тканей. Поэтому мы решили создать регистр, который позволит ответить на большинство возникающих научных вопросов. При создании этой базы мы руководствовали следующими целями и задачами. Во-первых, собрать и оценить данные по заболеваемости обхолями костей, кожи и мягких тканей на территории РФ. Конечно, это глобальная задача, и мы не ставим ее первостепенно, чтобы на нее ответить. Но учитывая географию приезда наших пациентов со всей страны, конечно, опосредованно, условно, мы можем сказать, что мы можем видеть какую-то эпидемиологию именно по регионам, с какого региона, с какой патологии больше приезжает. Также, конечно же, эта база создавалась для того, чтобы мы имели возможность проведения ретроспективных и проспективных исследований, возникающих в результате в нашей работе. Также я хочу сказать, что коллектив авторов – это сотрудники отдела общей онкологии. Это та команда профессионалов, которая имеет очень давнюю историю. Наше отделение этим занимается около 50 лет. Это те доктора, которые максимально погружены в данную патологию. Поэтому максимально все вопросы, которые могли возникать, они введены в эту базу, в этот регистр. И, конечно же, одной из важных задач создания этого нашего регистра была возможность иметь написание каких-то научных работ, основываясь на архивных данных исследований, также публикаций. И, конечно же, создание как одноцентровых, так и многоцентровых межколлинических исследований. В зависимости от количества участников, база может состоять из большого количества участников. И, как правило, все персонализированные данные локализуются в той клинике, в которой находятся участники данного проекта. Все персонализированные данные не выходят дальше пределов клиники. Вся база данных хранится в облаке и находится в деперсонализированной форме. При создании данной базы команды авторов был разработан пакет документов юридических соглашений. Это более 26 документов, которые были разработаны нами вместе с сотрудниками Роскомнадзора, и которые позволяют максимально нивелировать все возникающие вопросы при заполнении этих данных, этой базы и соблюдении 152-го федерального закона. Также при распространении этой базы в дальнейшем разработаны соглашения о взаимодействии с медицинскими учреждениями для участия в данном проекте. Мы сейчас предоставим несколько видов и некоторую презентацию нашей базы, однако живьем показать ее функционал, к сожалению, не удается. Это исключительно из-за онлайн-формата нашего съезда. Поэтому могу сказать, что в настоящий момент база выглядит таким образом. Все ли ее видят на экране? Достаточно просто и легко она заполняется. Здесь есть паспортная часть, часть по лечению, часть по осложнению и часть по дальнейшему наблюдению. Если можно, переверните дальше на реестр. Нет, 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 в самой базе обратно. Да, нет, нет, в базу саму, на ссылку. И где мои пациенты? Не получается, да? К сожалению, коллеги из-за онлайн-формата, мы не все вам можем показать, но база достаточно легка и проста в обращении. Тогда переключите, пожалуйста, на презентацию. Полученные результаты выгружаются в Excel-формат. И причем вы, люди, работающие в базе данных, можете видеть пациентов, которых вы заполняете. Здесь представлены вымышленные фамилии, поэтому мы их не скрывали. Но при выгрузке уже в Excel-формат все данные будут деперсонализированы. И у каждой клиники, у каждого врача будет свой индивидуальный персонализированный код, по которому можно будет узнать, кто вводил пациентов. В нашей базе всего лишь два месяца. На данный момент заполнено около 409 историй болезни. Причем это выполнено на базе одной клиники. И мы поэтому здесь показываем максимально все и плюсы, и минусы, и все возможные варианты. Предлагаем по возможному сотрудничеству и чем мы ее сможем вместе продвигать. Итак, одним из достоинств нашей базы является то, что пациент, вне зависимости от лечения в различных городах или клиниках, всегда будет иметь один идентификационный номер и не будет путаницы, что это несколько пациентов, а не один. В настоящий момент в базе имеется 306 свойств в 38 группах. И поиск возможен по каждой группе или по свойствам. То есть достаточно уже много признаков, по которым можно проводить отбор или подборку для какой-то аналитической работы. Причем половина свойств определяются именно по справочникам, и они максимально удобны для аналитики. Также база создана сразу в двуязычном интерфейсе, как сама база, так и словари в английском и русском языке. Интерфейс ее сделан таким образом, что она адаптивна, ее можно заполнять и на компьютере, и на телефоне, планшете, и даже с использованием Smart TV. В этой базе фиксируется каждое действие врача и администрации, фиксируется в журнале, таким образом можно узнать историю любого заполнения. И данная база является абсолютно живым растущим продуктом и планируется раз в квартал при сборе всех пожеланий, апгрейд базы и дальнейшее ее обновление. И построена она на платформе 1S Bittrex, что говорит о том, что база сделана на универсальном языке программирования, и при необходимости изменения интернет-провайдера она сможет абсолютно хорошо функционировать и продвигаться дальше. Из минусов нашей базы мы можем сказать, что всего лишь ей два месяца. Какие-то самые принципиальные разделы в виде аналитики и подборки еще в разработке. К сожалению, пока наша база не совмещается с медицинскими информационными системами, которые находятся на местах, и необходимо согласование с ними. Также для хранения персональных данных необходимо иметь локальный сервер. Это может быть локальный сервер клиники или локальный сервер отделения. И не полностью загружаются исследования МРТ и КТ, а только лишь часть их. Но это сделано для того, чтобы не утяжелять базу данных, и она смогла спокойно и легко функционировать. Также хочу сказать, что база базируется на независимой платформе. И мы приглашаем всех заинтересованных в продвижении и в дальнейшем создании этой базы, всех заинтересованных сторон. Все сотрудничество будет абсолютно паритетно, юридически задокументировано. И это позволит нам и развивать базу лучше и быстрее, и продвигать ее в совместных научных проектах. Благодарю вас за внимание.